Фух, Стражи, столько инфы по черному арсеналу, я сам вот только что с мероприятия презентации Там за закрытыми дверями нам показали много интересного Первыми за пределами студии нам продемонстрировали кадры нового дополнения И с его подробностями нас познакомил лид-продюсер Джаред Бербах Ща обсудим Привет, Страж, с тобой снова я, Джонни Лейни И это новое видео на канале Трипл Вайп Устраивайся поудобнее, я расскажу о чем нам рассказали разработчики Относительно нового дополнения Черный Арсенал Если сумею все удержать в голове, поскольку на презентации эмоции захлестывали просто цунами, волной Черный Арсенал удивляет Чем? Ну во-первых, планами Это я сейчас даже не только об Арсенале, сколько вообще о расписании на третий год Нам показали... Так, сейчас нужно только по картинке говорить, чтобы я ничего лишнего не взболтнул И меня еще раз позвали попить морсику с продюсерами Показали расписание контента на год вперед Обещают увеличение силы, новый лор и триумфы, новогодний ивент, новые ранговые награды, железное знамя, ивент для всех влюбленных в Дестни И все это бесплатно А для тех, кто откладывал с обедов, будет элитный контент Новое черное оружие и броня, новый экзотический квест, новый хордмод, новый лор и триумфы, да, отдельный для тех, кто проплатил И новый рейд Эээ, ты хотел сказать рейд логова? Эээ, нет! Новый полноценный рейд, на земле, европейская мертвая зона, место действия Короче говоря, теперь Дестни 2 переходит на иную модель развития и наполнения контентом Есть три сезона, в течении года Каждый принесет как бесплатный контент для всех, так и платный для владельцев годового абонемента Давай спроси меня еще раз в личных сообщениях, какое издание тебе купить Как говорят сами разрабы, сюжетные задания теперь не главное в обновлениях Теперь нам дают большую порцию эндгейма плюс немного сюжетки, чтобы связать это все воедино Разумеется, будет поднят максимальный уровень силы до 650 Я, честно говоря, начал надеяться на то, что его не будут поднимать так скоро Но нет, будут, и будут делать это на 50 единиц с каждым новым сезоном То есть в следующем дополнении мы будем поднимать 700 уровень силы, а в третьем DLC 750 Частью этого праздника бесконечной гонки за циферками станет новая активность Кузница Это новая разновидность хорд-мода Сначала у нас был Корт оф Орикс, потом был Аркан Фордж, потом Эскалационный протокол, Слепой колодец Теперь вот еще одна такая активность В чем ее отличие от перечисленных мною с небывалым энтузиазмом в интонации предшественников? Во-первых, кузница не одна Их три Каждую нужно будет обнаружить, что по сути означает дождаться определенной даты и ресета Выполняя задания в каждой из трех кузнец, мы добываем необходимые материалы для выковки специального оружия Во-вторых, там наконец-то будет матчмейкинг Но вот надо же было сделать 4 арены до этого, чтобы мы залетали на локацию, перезалетали Перецеплялись, искали друг друга, чтобы вот сейчас наконец внедрить очевидное Ну, вот могут же Скандинавы, японцы, французы Что объединяет эти народы? Черный арсенал Да, три семьи этих народов основали этот самый арсенал и создавали лучшее оружие Это их символика есть на оружии и это в их честь названы кузницы Гофанона, Идзаньми и Ниоба Во время сезона нам предстоит больше узнать об этих семьях, собрать их оружие и собрать книгу с лором, который откроет еще одну завесу тайн Дестани Из пушек показали, например, бремя Идзанаги, снайперскую винтовку с четырьмя патронами в магазине, которыми можно выстрелить одновременно, если срабатывает экзотический перк Как результат, тонна дамага Как у тысячи голосов или шепота червя А еще она убивает противников тела в пвп, это все, что вам нужно знать Йотун, фьюженка, варежка, надевается на руку и стреляет огненными самонаводящимися шарами Думается мне, что хоть в пве, хоть в пвп, некоторые будут эту пушку с руки не снимать Ле Монархео, или боюсь гадать, как по-русски будет называться этот лук Тоже крутой, уверяет, что это как торн, только лук Берг тоже будет отравлять пораженных противников В целом же, будет пять новых экзотов и один старый, очень долгожданный, который игроки очень любят Если угадал какой, ставь лайк под видео Но надеюсь, что самое крутое снаряжение можно будет таки получить в новом рейде Его название пока не сообщается, но известно, что события пройдут в городе В новой его части, в которой нам не приходилось раньше бывать Поскольку она была закрыта на карантин Сива! Надеюсь, это один из этапов рейда Гонки на Спэрроу, отличная замена таким надоедливым прыжкам, джамп пазлам По уровню происходящего безумия, рейд будет похож на рейд первой части Ярость машины, который был последним в той игре По правде говоря, для меня стало огромным сюрпризом, что слово логово вообще не встречается на материалах А вместо этого нам и правда дают новый полностью рейд на новой локации Это круто! В целом, пока сложилось такое впечатление, что по масштабам это дополнение идет в сравнении с военным разумом Кстати, его и делают Викерианс Виженс Студия, которая и разрабатывала расширение про Марс Что, в общем-то, неплохо Идеи хорошие, обещания и тизеры тоже Теперь ждем и надеемся, что на деле все кажется ничуть не хуже Мы еще непременно вернемся к обсуждению грядущих нововведений Так что, если ты хочешь быть в курсе всех новостей Подпишись на Трипл Вайп, поставь лайк и пиши, что ждешь от Черного Арсенала в первую очередь Пока!